На протяжении более ста лет имя этого человека интригует весь мир. Кто был он? Дилетант или профессионал, импресарио или настоящий ценитель русской культуры. Именно он создал первый в России журнал искусства. Ему принадлежит идея создания знаменитой Таврической выставки русского портрета 1905 года. Он впервые вывез в Париж русскую музыку, русскую оперу и, конечно же, русский балет. На протяжении 20 лет этот человек был проводником и реформатором всего нового в мировом искусстве. Библиотека союза театральных деятелей в Москве на Большой Дмитровке. Здесь хранятся уникальные издания, которые были весьма распространены в старой России. Это адресно-телефонные книги. Весь Петербург и вся Москва. В них вы можете найти адреса и телефоны всех людей, которые хотели появляться в этих книгах и которые владели собственными линиями телефонов. Обратимся к адресной книге. Фонтанка, 11. Петербург. Дягилев. Вот тот самый дом, где в Перми на Сибирской улице в течение 10 лет, в годы своего детства и юности прожил великий деятель русской культуры Сергей Павлович Дягилев. За годы своей пестрой и разнообразной жизни он сменил множество стран и континентов. Но, естественно, его родиной всегда оставался этот дом Дягилевых в Перми, старинной дворянской семьи, которая обосновалась здесь во второй половине 19 века. В роду у Дягилевых было много замечательных и творческих людей. Его дедушка занимался производством водки, несмотря на то, что одно время служил чиновником в министерстве финансов. К сожалению, его увлечение чрезмерной религиозностью почти привели к разорению всю семью. Но их пермское имение в местечке Бигбарда стало самым главным местом, где Дягилевы и производили свои водки, которые поставлялись к императорскому двору. Добывали уральский камень, лили чугун. Его отец Павел Павлович Дягилев был кавалер-гардом и одно время вместе с полком служил в Нижегородской кубернии, где в местечке Грузино 19 марта 1872 года и родился Сергей Павлович. Восемь лет спустя, в 1880 году, Дягилев переезжает в Пермь, в дом своего деда, где мы сейчас с вами и находимся. Родной матерью Дягилева была Евгения Николаевна Еврейнова. К сожалению, она скончалась очень рано, сразу при родах Дягилева. Его настоящей матерью стала его мачеха Елена Валерьяна Панаева. Она происходила из другого старинного дворянского рода. Одна из Панаевых стала женою поэта Некрасова. Другая ее родная сестра Александра Валерьяновна стала знаменитой оперной певицей Супрано, ученицей Великой Полиной Виардо, возлюбленной Тургенева. Александра Валерьяновна прославилась исполнением первой Татьяны в опере Чайковского Евгения Онегина. Ей были посвящены романсы и арии. Таким образом, музыка, опера и пение стало семейным увлечением в семье у Дягилевых. Именно мачеха Дягилева Панаева и дала молодому Сергею Павловичу ту страсть и любовь к искусству, которую он сохранил на всю жизнь. Ты помнишь ли, Мария, Один старинный дом, И липы вековые Над дремлющим прудом? Безмолвные аллеи, Заглохший старый сад, Высокой галереи портретов, Длинный ряд. Этот романс на стихи графа Алексея Константиновича Толстого Дягилев написал в возрасте 15 лет. К семейному концерту, который обычно и давался в этом самом зале Большого Дягилевского дома в Перми. Этот романс был написан 14 октября 1887 года. Дягилев тем самым показал свою любовь к музыке, Которой вся семья была очень предана. В этом зале часто исполнялись отрывки из опер, И сам оперный театр впервые, и пошел из зала Дягилевской гостиной. Здесь впервые исполнялась опера «Жизнь за царя», И музыка была неразрывна со всей юностью великого импресарио. Он очень гордился свайством с знаменитым русским композитором Петром Ильичом Чайковским, С которым его связывали семейные узы. Таким образом, не учеба в гимназии, а именно музыка, Литературные и музыкальные вечера в этой старинной дворянской усадьбе наполняли всю юность замечательного Сергея Павловича. Он живет здесь в течение 10 лет. Именно здесь складываются его первые артистические увлечения. Именно здесь он по-настоящему знакомится с миром искусства и с миром музыки. Субтитры создавал DimaTorzok снимал свою квартиру в Петербурге Сергей Павлович Дягилев. Он неоднократно переезжал в этом городе с квартиру на квартиру. Но с 900 по 906 год он жил в адресу фонтанка, дом 11. Окна его квартиры выходили прямо на этот удивительный дворец Шереметьевых, памятник 18 века, что отчасти объясняет удивительное увлечение художников объединения мир искусства, которым руководил Дягилев, к этому ушедшему тогда, в 18 веку. Путь Дягилева в большое искусство и в большую культуру лежал через замечательный журнал, который был основан обществом «Мир искусства», который так и назывался. Журнал «Мир искусства». Художники общества или «Мир искусники», как их принято называть в России, оставили огромный вклад в самых различных сферах художественного творчества. Общество «Мир искусства» не было бы тем, чем оно стало для истории русской культуры, если бы, наверное, не судьба одного из его основателей, замечательного художника и историка искусства Александра Николаевича Бенуа, друга и соратника Дягилева во многих его начинаниях. Кроме самого общества «Мир искусства», Бенуа подал идеи Дягилева к созданию многих балетов в его русских сезонах. Семья Бенуа и их родственников Лансере переселились из Европы в Петербург, как тогда считалось, в самую элегантную столицу Европы. И вот почему западный, западнический дух Бенуа так приглянулся Дягилеву. Адмиралтейский канал, дом 31. В этом здании, рядом с уснувшим теперь дворцом Екатерининского вельможи, жил одно время Александр Бенуа. Александр Николаевич Бенуа создал несколько оформлений к балетам Дягилевской антрепризы. Правда, в самом начале ее существования. Его замечательными эпохальными работами были декорации к балету «Павильон Армиды», затем к балету «Сельфиды», к балету «Жизель» и, конечно же, к «Петрушке» 1911 года, которой дали тогда Бенуа мировую славу. К сожалению, отношения Дягилева и Бенуа не были всегда ровными, сказывалось эмоциональное отношение Дягилева вообще к художникам и творцам, которые работали рядом с ним. У него был очень трудный характер. Бенуа уехал в Москву и стал работать для Станиславского. В Петербурге на Звенигородской улице в доме 22 снимал свою квартиру и другой замечательный, талантливейший художник, соратник Сергея Павловича Дягилева, Лев Самулович Бакст, настоящая фамилия которого была Розенберг. Он родился в еврейской семье в Гродно, в Белоруссии, в ту пору в Польше. И, приехав в Петербург, создал себе замечательную группу друзей. Войдя в общество «Мир искусства», Бакст поразил всем своей увлеченной работой и любовью к восточной тематике, которая и прославила его гораздо позднее в Париже в связи с премьерой его чудесного восточного балета «Шахеризада» в 1910 году. История жизни Дягилева в России была тесно связана с придворными кругами. В 1899 году на роль директора императорских театров был приглашен князь Сергей Волконский. И вот, пригласив Дягилева в должности чиновника дирекции императорских театров, Дягилев был должен издавать специальное издание тех лет «Ежегодник императорских театров». Мы с вами в придворном театре «Эрмитажный» в Петербурге. В Эрмитажном театре дома Романовых. Это замечательное здание сделано по принципу придворного театра «Версалий». еще эпохи Людовика XIV. Поступив в 1899 году в дирекцию императорских театров под управлением князя Сергея Волконского, Дягилеву было поручено возобновление балета «Де Либо Сильве», что он сделан отчасти с неумением, не сумев наладить работу с другими исполнителями и постановщиками этого спектакля. Под руководством Дягилева этот спектакль протратил очень крупную сумму денег из придворного бюджета. Вместо положенных 20 тысяч рублей Дягилев в ту пору израсходовал на него 30. Скандал разразился очень большой, и дело дошло даже до императора Николая Александровича. Под общим давлением князь Сергей Волконский уволил Дягилева с своего поста, что считалось тогда беспрецедентным случаем. Его увольнение было сопутствовано также удивительной фразой «без права на апелляцию». Но так как связи Дягилева с придворными кругами были достаточно обширными, специальным указом императора Дягилева восстановили на службе, но уже в придворном театре, в котором мы сейчас и находимся. Надо сказать, что отношения Дягилева со двором были также расстроены неровными отношениями с примой-балериной императорского Мариинского театра, тогда очень влиятельной Матильдой Феликсовной Шесинской. Император Александр Третий выбрал Шесинскую сам в наложенице, наследника престола Николая Александровича. И любовь к Шесинской с будущим Николаем II была очень романтичной и достаточно долго текущей. Ее положение на сцене Мариинского театра как приму-балериной было чрезвычайно прочным. Шесинская ставила палки в колеса Фокину, не желая танцевать в его балетах, и когда Дягилев для того, чтобы укрепить свое положение при дворе, решил пригласить могущественную тогда Фелю, именно так называли ее очень часто, или Малю, как ее называли дома, в свои сезоны в 909 году, Шесинская сочла, что участие только в балете «Павильон Армиды» в сезоне 2009 года слишком ничтожно для ее великолепной звезды. И она отказалась, о чем, очевидно, впоследствии жалела. Ее роль была очень значительной даже в том факте, что Дягилев выбрал для себя Париж местом его творчества и создания русских сезонов. Петербург явно не благоволил к деятельности Дягилева, и Шесинская сыграла в этом деле совсем не последнюю роль. И вот, в 1905 году Дягилев решает создать замечательную портретную выставку. Жанр портрета был чрезвычайно развит в России в период правления Екатерины Великой и Александра Первого. Яд Дягилев исколесил всю Россию, посещая самые дальние усадьбы и дворцы бывших вельмож Екатерининского времени или большие ампирные усадьбы с колоннами эпохи Александра Первого. Именно оттуда он привез в Петербург, в Таврический дворец, огромную портретную выставку, которая подвела итог портретному виду искусств за этот самый период. Благодаря участию Дягилева уцелели от революции 1905 года, а Россия смогла сохранить для себя уникальные полотна. Таврическая выставка 1905 года была стартовой в интернациональной карьере Дягилева импресариум. И уже на следующий год, в 1906, Дягилев решает показать выставку русских художников в Париже, куда он отвозит не только живопись 18 века, также и художников его собственного объединения, объединения Мир Искусства. Лишь передвижники не пользовались популярностью у Дягилева и у Мир Искусников. Дягилев говорил, Париж грязи не поймет. Вот почему живопись 19 века, особенно его второй половины, в ту поездку в Париж так и не попала. Дворец Шарля Гарнье, или Большая Парижская опера, был построен по приказу Наполеона III и открыт для публики в 1870 году. С тех пор много раз стены этого величественного и замечательного здания сотрясались от аплодисментов русским артистам, русским музыкантам и русским балетным танцовщикам. В 1908 году Сергей Павлович Дягилев снял сцену этой оперы для проведения своего первого оперного сезона с участием Федора Шаляпина и Филии Литвин. ПЕСНЯ побудил Дягилева к новой ступени. И в 1909 году Дягилев решает привезти впервые в Париж русский балет. Балет русских сезонов. Именно от этой даты мы часто и начинаем отсчет замечательной балетной карьере Дягилевского русского балета, который длился ровно 20 лет до смерти импресарио в 1929 году в Венеции. Именно начиная с 1909 года мировой балет оказался под чарами балета, привезенного из России. Собрав единородную, молодую, ищущую трупу, Дягилев сплотив средства различных меценатов, смог организовать свое первое победоносное турне в Париже, которое полностью захватило сердца парижан. 19 мая 1909 года было знаменательной датой для старинного театра Шатле. И в этом достаточно полинявшем, пыльном и уставшем от славы и аплодисментов здании Дягилев и решил организовать свой первый балетный сезон. Здание театра было перестроено и усовершенствовано. Молотки рабочих стучали повсюду. В катках были расставлены цветы, уложены ковровые дорожки, расширена оркестровая яма. А затем пришла публика, которая специально была приглашена из числа знаменитых и молоденьких артисток и дам полусвета. Бриллианты, платья, кружева, длинные трены. И вот, наконец, изумленная публика увидела что-то невероятное. Премьерой дягилевских сезонов был балет на музыку Черепнина, павильон Армиды. Декорации и костюмы к этому балету были сделаны по эскизам Александра Бенуа. А главные партии исполняла Анна Павлова и Вацлав Нижинский. Сам Михаил Фокин, участвовавший в этом балете, поставил множество других спектаклей в дягилевской энтрепризе, многие из которых вошли в Золотой фонд мирового балета и идут в разных странах по сей день. Работать с дягилевым было ужасно и прекрасно в одно и то же время. Столько душевной силы было в этом человеке. Игорь Стравинский. Театральная улица в Петербурге или улица Зодчего Росси. На ней находится, как и в 19 веке, альма-матер русского классического балета. То, что сейчас называется Академией Вагановой. А в 19 веке называлось Императорским театральным училищем. Без его выпускников дягилев не мог никогда обойтись. Большинство его звезд пришло именно из стен этого прославленного училища. Конечно, среди них Павлова, Нижинский, конечно же, среди них Корсавина и Михаил Фокин. Судьба Анны Павловой была связана с балетом дягилева очень коротко. Только один сезон 2009 года Анна Павловна Павлова танцевала у дягилева, но ее появление дягилевских русских сезонов, конечно же, не прошло незамеченным. Критика с восторгом восприняла легкость ее танца, и танец Павловой сравнивали с манерой двигаться на сцене у Марии Тальони, знаменитой балериной первой половины 19 века. В коллекциях музея Вагановской академии в Петербурге находится замечательная пара обуви. Очень редкие туфли, сделанные из тофты кофейного цвета, в Варшаве около 1830 года. Они пушкинской эпохи, безусловно, бальные, никогда не носившиеся. Обратите внимание на форму их и то, что они поступили именно из личной коллекции Павловой сюда. В ту пору обувь делали лишь на одну ногу, не разделяя правую и левую стороны. В эпоху Павловой обувь, конечно, уже была сделана на две ноги. Возможно, эти туфли принадлежали самой Тальони, которую Павлова так почитала. Анна Павлова оставалась с Дягилевым лишь один, первый сезон. Затем она организовала свою собственную труппу. Дягилев был, конечно, расстроен и страшно злился на Павлову за такого рода предательство, как ему тогда казалось. Павлова же отправилась сначала в одиночку, а затем и со своей личной труппой покорять сцены различных стран мира. Именно Дягилеву и Павловой принадлежит по праву трюфальная пальмовая ветвь того, что называется главным призом за ознакомление всех континентов мира с классическим или неоклассическим балетом. Безусловной находкой Дягилева была солистка балета Императорского Мариинского театра, будущая прима Дягилевской антрепризе, Тамара Платоновна Корсавина. Тамара Платоновна Корсавина в огромной степени заменила ушедшую в свою собственную труппу Анну Павлову. Начиная с сезона 1910 года Корсавина стала незаменимой у Дягилева. Она сыграла замечательные спектакли и была, безусловно, прославлена балетом «Жар птица», затем балетом «Карнавал», конечно же, поздним балетом «Тамар» и участием в балете «Жизель». Искусство Корсавиной в эпоху Павловой ценилось необычайно высоко. Сегодня нам трудно судить о преимуществах одной перед другой, если не читать газетные статьи или книги балетоманов той эпохи. Редкие фотографии показывают нам грациозную, полную поэзии и элегии балерины. Классической балерины, которая в балетах Фокина показала не только глубину своей академической школы, но и совершенно новые возможности. Не случайно искусство Тамары Корсавиной очень высоко ценилось современнее. В 1918 году Тамара Платонна Корсавина покинула Россию навсегда. Она поселилась сперва в Лондоне, но продолжала все время танцевать у Дягилева. А после его смерти перешла на короткое время в балетную труху Марии Ромбер, которая тоже начинала у Дягилева. В 1931 году Тамара Платонна Корсавина навсегда оставила балетную сцену. Прикосновение к Дягилевским раритетным реликвиям сегодня для нас в третьем тысячелетии большая радость. Я держу в руках удивительные пуанты. На них написано «Мое первое выступление в Лондоне» 2 ноября 1921 года. А на подошве старинными чернилами написано «Ольга Спесьева». Именно так по просьбе Дягилева сократили фамилию знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой. Известны слова той эпохи. Когда Бог создал яблоко, то пришлось разделить его на две половины. Одну я бы отдал Анне Павловой. Другую же половину этого яблока – Ольге Спесивцевой. Но сторона Спесивцевой повернута к солнцу и более румяна. А сторона Павловой, казалось бы, более блеклой. Сегодня нам трудно сравнивать искусство Павловой и Спесивцевой. От Павловой осталось гораздо больше фильмов. Искусство Спесивцевой не запечатлено в такой степени на фото пленку. Бывшая артистка мариинского балета, сестра знаменитого Вацлава Нижинского, Бронислава Нижинская, которая также поставила у Дягилева несколько балетов. Бронислава Нижинская одно время жила и преподавала в Киеве. Именно из Киева Бронислава прислала к Дягилеву одного из своих блестящих, как ей казалось, учеников. Молодого Сергея Лефаря. Поначалу Лефарь очень не понравился Дягилеву ни своей худобой, ни своей провинциальности. Да и технически он не был слишком хорошо подготовлен. И тем не менее, впоследствии Лефарь, подучившись уже в Париже и в Монте-Карло, стал не только блестящим танцовщиком, но и очень талантливым хореографом. И только в труппе у Дягилева, но и позднее в Парижской Гранд-Опера, где впоследствии он стал директором балетной труппы. Надо сказать, что отношения Дягилева и Лефаря сложились самые задушевные, если не сказать большего, лирические. Долгое время они жили вместе, и впоследствии Лефарь стал одним из его душеприказчиков вместе с секретарем Дягилева, его личным секретарем Борисом Кохно. Таким образом, большая часть архива Дягилева после его кончины осталась в руках двух его сотрудников, солиста балета Лефаря и секретаря Кохно. Но коллекция Лефаря впоследствии была продана в один из музеев Соединенных Штатов Америки, в штат Коннектикот, а коллекция Кохно была продана с аукциона в Монте-Карло и сейчас находится в самых разных собраниях. На Маховой улице, дом 20, в Петербурге, был еще один адрес, важнейший для Дягилевской контрепризы. Вот в этом проходном петербургском дворе некогда жила звезда мирового балета, знаменитый и легендарный танцовщик 20 века Вацлав Фомич Нежинский, чьи прыжки и зависания в воздухе стали поистину легендарными. После окончания училища в 2007 году он поступил в императорский Мариинский театр и стараниями Дягилева был уволен оттуда в результате очень забавной истории. Во время спектакля «Жизель», который он танцевал в Мариинском театре, Нежинский как бы по незнанию решил не одевать нижние штанишки от калета, который был ему предназначен. В результате вздовствующая императрица, которая находилась в боковой ложе, увидела и была шокирована тем, что танцовщик танцует в одном трико, а под ним был одет лишь бандаж. Это считалось чрезвычайно революционным и, можно сказать, совершенно не комильфом. В результате этого на следующий день Нежинский был уволен. Дягилев только этого и ждал. Потирал руки и, конечно же, увез этого замечательного танцовщика в Париж. Свидетелем триумфа Дягилевского балета в сезоне 11-го года является этот костюм, который носил Вацлав Фомич Нежинский в балете Михаила Фокина «Ведение розы», известного также под названием «Призрак розы». Этот балет был впервые показан на сцене оперы «Монте-Карло» 19 апреля 1911 года и стал, безусловно, этапным не только для Фокина, но и для Нежинского, который показал в этой 25-минутной композиции шедевры своего танца и, безусловно, талант замечательного артиста на балетной сцене. Перед вами уникальный костюм, который был сделан по эскизу Льва Бакста в сезоне 11-го года, состоящий из розового трико и розовой фуфайки, украшенной шелковыми листочками роз. По легенде, Лев Бакст сам пришивал после спектакля отлетевшие розовые лепестки и замечательный чепчик Нежинского, также составленный из розовых лепестков. Сам балет был поставлен по маленькой новелле Теофиля Готье на музыку Вейбера в обработке Берлиоза. Все прекрасно помнят замечательный легендарный прыжок Нежинского через окно, где он своим движением, парящим движением и прыжком будет Тамару Платонну Корсавину, спящую в кресле, в костюме, вернувшейся с бала, усталой молодой дамы, которая уснула под чарующие звуки этой прекрасной музыки. Нежинский в этом балете выступал не только с Корсавиной, но также и с Юлией Седовой. По ее воспоминаниям, за сценой возле знаменитого окна стоял специальный цирковой трамплин, который помогал Нежинскому выпрыгнуть в окно с особой грандиозной силой и в несколько прыжков пролететь через всю не такую же огромную сцену в Монте-Карло. Этот балет шел вместе с двумя другими композициями Фокина, балетом «Садко» и балетом «Нарцисс», которые также имели успех, но не настолько ошеломляющий, как балет «Ведение розы». Костюм, который сейчас хранится в музее Академии Вагановой в Петербурге, был подарен супругой Нежинского, Рамолой Нежинской, в 60-е годы, когда она приехала и передала этот совершенно уникальный и удивительный костюм Вальма Матер, этого замечательного танцовщика Дягилевской труппы. Но судьба Нежинского и Дягилева не сложилась вовсе безоблачно. Успех Нежинского в сезоне 13-го года был, увы, кратковременным. Его брак с Рамолой Пульской, венгерской драматической актрисой, которая впоследствии стала нечто вроде кардобалетной балерины у Дягилева, полностью разорвали отношения Дягилева и Нежинского. Все это случилось в результате гастрольной поездки в Аргентину, когда в Буйнерс-Айрском соборе два католика, Пульская и Нежинский, сочетались браком. Дягилев безумно боялся воды и никогда не хотел плыть пароходом так далеко, в Южную Америку. Именно в результате этой водобоязни Дягилева Сергей Павлович не смог уследить за своим любимцем. И Рамола Пульская, окрутив его, женила его буквальным образом на себе. Нельзя сказать, чтобы и этот брак был несчастливым. У Нежинского и Рамолы было все-таки двое дочерей. Тем не менее, в результате психического расстройства Нежинский сошел с ума и покинул сцены мира навсегда несколько лет спустя. Мы, вероятно, в самом знаменитом балетном и оперном зале нашей планеты. Безусловно, в столице, в самом сердце балетного искусства, в царской ложе императорского Мариинского театра, на фоне знаменитого занавеса, созданного Головиным, также членом общества мироискусства, созданного Дягилевым. Эта сцена знала величайших балетных и оперных исполнителей 19-го и 20-го века. Кто не вспомнит чудные балеты, которые поставил здесь Михаил Фокин, некоторые из которых были впоследствии перенесены на Дягилевскую сцену. История русского балета Дягилева неотделима от жизни и судьбы Михаила Михайловича Фокина, их изначального хореографа. В Петербурге на Екатерининском канале, который сейчас называется канал Грибоедова, в доме 109, совсем рядом с Мариинским театром. Большим успехом для Фокина был самый первый сезон у Дягилева, сезон 909 года, когда французы, рижане увидели и павильон Армиды, и, конечно же, замечательные половецкие пляски из оперы князя Игоря. Но безусловным шедевром фокинской хореографии стала постановка 10-го года. Эта постановка была Шахерезада, балет по музыке римского Корсакова, который положил начал своего рода бакстомании. Костюмы бакста послужили началом к новой моде. Моде на все восточное, на все ориентальное. Талант Фокина столкнулся у Дягилева с гением Игоря Стравинского в двух постановках в балете «Жар птица» 1910 года. и знаменитом эпохальном балете Стравинского «Петрушка» 1911 года. В этом балете очень многое было символично. И, возможно, Нежинский в роли самого Петрушки предвосхитил свои сцены безумия, которые случились с ним впозднее, уже не в театральной, а в самой реальной жизни. Тамара Платонна Корсавина в роли балерины и, конечно же, Булгаков в роли Мавра замечательно выступили в этом балете, который оставил замечательный свет неугасающей кометы прямо за собой. До сезона 1913 года Фокин был величайшим гением в глазах Дягилева, но последствия их отношения заметно охладились, и место Фокина в должности хореографа было отдано любимцу Дягилева Вацлаву Фомичу Нижинскому. Фокин в 1914 году был вновь возвращен на сцены русского балета Дягилева в виде фаворита и любимца. Но и тут его царствие длилось недолго, его затем заменил новый друг и фаворит Дягилева Москвич бывший актер малого театра юный тогда Леонид Мясин. Фокин продолжил свою карьеру за границей, одно время работал в Швеции, затем в Прибалтске, в частности в латышской национальной опере в Риге и в этот дом уже больше никогда не возвращался. Благодаря огромному успеху, которое выпало на долю дягилевских русских балетных сезонов и другие группы артистов стали приезжать в Париж для того, чтобы покупаться в лучах славы, исходивших от дягилевского русского балета. Вот один курьезный факт. В сезоне 1911 года в Париже на одной и той же площади Шатлея в двух совершенно идентичных театрах, которые, как братья близнецы, стоят друг против друга, столкнулись две русские трупы. В театре Шатлея играл балет Тягилева, а в театре Сары Бернар, что напротив, выступала русская опера вместе с русским балетом. И там, и там участвовали артисты русских императорских театров, и тем, и тем сопутствовал успех. Русский балет Тягилева постоянно путешествовал. Переезды из страны в страну, из города в город, со сценой одного театра на другую стали символами их существования в Западной Европе. Я сейчас стою около дорожного кофра Михаила Фокина, с которым он гастролировал в эпоху Тягилева и после него. Можно сказать, что истории русских сезонов Тягилева начались с дорожных сундуков и закончились ими. После смерти великого импресарио Венеции в 29-м году сапакованные костюмы так и оставались в Монте-Карло. Их получили в наследство труппы русского балета Монте-Карло. И большая часть декораций костюмов в этих самых дорожных сундуках и попала в труппу полковника де-Базилля. После окончания работы труппы де-Базилля уже в период после Второй мировой войны эти костюмы хранились в парижском предместе в городе Монтрой в сарае. Вдова полковника де-Базилля балерина Ольга Морозова не смогла платить за хранение помещения этих самых дорожных сундуков. И вот предприимчивый грек Диамонтидис решил продать все дягилевские костюмы и декорации в Лондоне на аукционе в Сотбис. И вот так в конце 1960-х годов слава Дягилева вновь расцвела пышным цветом. Нодные журналы заинтересовались его наследием, живущие тогда в Лондоне балерины дягилевского сезона Лидия Соколова оставила хореографию с дягилевскими костюмами для этой продажи Сотбис и уникальные редкие костюмы работы Бакста Бенуа Головина разошлись по всему миру. Таким образом многие музейные собрания сегодня могут гордиться уникальнейшими костюмами дягилевской антрепризы. В Дягилеве было все, чтобы руководить другими людьми, направлять их работу, чтобы быть их лидером. Александр Николаевич Бенуа. Дягилев пронес славу русского искусства по всему миру. Не случайно сегодня историки говорят очень мудрую фразу «И без Дягилева мы бы жили всегда, но только никогда бы не затанцевали». А мир познакомился не только с классическим, но и новым балетом именно благодаря усилиям дягилевской три песни. Дягилев умер в Венеции в 1929 году. Он всегда боялся умереть на воде и похоронен там же на кладбище совсем недалеко от могилы Стравинского и затем впоследствии и могилы Иосифа Бродского. Сегодня много лет спустя после кончины великого импресарио и деятеля русской культуры мы вспоминаем его жизнь и этой передаче отдаем дань памяти этому замечательному творцу и распространителю русской культуры во всем мире Сергею Павловичу Дягилеву. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok